Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас с вами рубрика распаковка. Сегодня будем с вами открывать просто какое-то нереальное огромное количество посылок. Я их коплю, наверное, уже последние пару месяцев, плюс была черная пятница в ноябре, также какие-то некоторые посылки до меня еще не доехали, об этом я чуть позже, наверное, расскажу. И также всякие мелкие заказы с маркетплейсов, с Азона, с Яндекс.Маркета, и даже я еще на днях заходила в Магнит Косметик, тоже немножечко затариться косметикой. И мы с вами продолжаем серию предновогодних розыгрышей, и сегодня я хочу разыграть палетку теней от бренда ВизиАрт. Победитель в этом розыгрыше будет один. На экране вы видите кроссворд, который нужно заполнить ответами на вопросы. Сами вопросы вы найдете в течение всего этого ролика. Далее составить кодовое слово из желтых букв и скинуть его в мой Телеграм-бот. Оставлю ссылку на экране и в описании. Через несколько дней бот рандомно выберет победителя. Ну и вторым условием участия также является подписка на мой Телеграм-канал, так что обязательно подписывайтесь, желаю вам удачи, и напоминаю, что вас ждут еще интересные розыгрыши с очень классными подарками. Наверное, начну с заказов, которые мне сейчас пока еще не приехали, но я надеюсь, уже скоро будут в пути. Это заказы, которые я делала у Байеров. Я заказывала из последних новинок новую коллекцию кистей от Sony G. Это Fusion серия для глаз. Также я заказала кисточку большую для бронзера. Просто безумно их жду. И вообще все кисти Sony G мои самые-самые любимые. Пользуюсь именно постоянной основе, и мне особенно интересно попробовать все новенькое от Sony. У нее, кстати, уже успели еще, по-моему, пара коллекций кистей выйти. Я тоже, наверное, добавлю картинки, но их пока что я не заказала. И вот даже, честно говоря, не знаю. Мне не особо нравятся кисти со светлой ручкой, но вот с коричневыми я бы, может быть, еще подумала над заказом. Честно говоря, не знаю. Надо будет как-то поподробнее, может быть, изучить. Но классические кисти от Sony практически все коллекции у меня собраны. Там за исключением, может быть, парочки кистей из коллекции с красными ручками. Также в этом же заказе с Beautylish от Bayer мне едет вторая палетка Hyundai. Это монохроманс, по-моему, она называется. Я все думала, думала, там, по-моему, полгода или когда она назад вышла. Я все думала и все-таки решилась ее заказать. Потому что мне сейчас катастрофически не хватает какой-то палетки с светлыми, такими полупрозрачными, яркими оттенками для той же Клеоны, для тех же однушек Терамунс. Потому что иногда хочется просто вот слегка какой-то полупрозрачный лавандовый добавить или полупрозрачный голубой. Сверху нанести однушку и прям суперкруто, мне кажется, будет смотреться. Поэтому я уже, знаете, так потираю ручонки и жду, когда же мне скорее хиндаш приедет. Потому что я очень хочу с ним поиграться. Также я заказала Наташу Динону Retro Glam. Тоже она должна ко мне приехать. Специально на нее не смотрю обзоры на зарубежном YouTube. Их уже очень-очень много. Но я все вот хочу свое мнение сформировать. Хотя я видела уже по обложкам такие, знаете, не очень лестные обзоры. Поэтому я стараюсь прям, знаете, игнорировать эти видео, чтобы у меня не было никакого мнения заранее такого предвзятого. Но на самом деле попробовать очень хочу. Потому что те палетки, которые до этого Наташи и Динон выходили, меня как-то не особо зацепили. Будь то Pastel палетка, My Dream и какая еще? По-моему, все, вроде я никакую не пропустила. Но вот эта вот Retro Glam мне понравилась по гамме. Там такие необычные оттенки. Тоже, мне кажется, с инди-брендами будет классно сочетаться. Поэтому очень-очень жду эту новинку. И также еще не совсем новинка, но заказала себе от Виктории Бекхэм. По-моему, два каяла. Черный и коричневый. Просто получала огромное количество сообщений о том, что это одна из самых классных формул гелевых карандашей. От зрителей. Также на других каких-то обзорах. Ну, еще ко мне едет заказ с палеткой Odenseye. Это палетка Hela. Я заказывала на Черную пятницу, получается. У меня на эту палетку уже есть обзор на канале. Но так как мне эту палетку одолжила моя подруга, знакомая-клиентка, то я решила себе в коллекцию все-таки купить эту палетку. Она мне безумно понравилась. И я просто не смогла удержаться. С учетом того, что, насколько я поняла, это лимитированная палетка. И ее вроде как больше не будет. Я даже смотрела на сайте был Sold Out после Черной пятницы. Поэтому я все-таки правильно сделала, что ее себе в конце концов заказала. Ну что, давайте открывать посылочки. У меня просто какой-то огромный стол, заваленный коробками рядом стоит. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, будем миксовать что-то более интересное, что-то менее интересное. Ну, так вот. И что-нибудь сладенькое, вкусненькое, интересненькое оставим на конец. Но одну интересную вещь давайте прямо сейчас сразу откроем. Потому что я не могу удержаться. Я просто сегодня планировала когда это видео снимать с распаковкой. Я уже такая начинаю собираться, сажусь снимать. Тут я получаю сообщение о том, что в SDEC мне приходит посылка с новыми однушками от Клеоны. У нас сейчас в Питере просто какой-то ураган, шторм. Просто все заснежено. Я кое-как добралась до пункта, но все-таки решила эту посылку забрать. Потому что не хотелось потом какие-то подсъемы добавлять, если честно. Хотелось как-то вместе с вами нормально эту посылочку открыть. В общем, в чем предыстория. Опять же, эту посылку я заказывала через байеров, через SDEC. Ничего в этом сложного нет. Вы просто на сайте заполняете заявку на конкретный сайт, с которого вы хотите сделать заказ. И вам выдают, скажем так, контакты байера. То есть вам байер потом пишет и за вас покупает определенные позиции, которые вы хотите. И потом вы их сами оформляете в личном кабинете. Вообще нет ничего сложного. Так как у меня уже был контакт байера, и мне заказывала клеону, то я решила ей написать. И, в общем-то, когда был ресток у клеоны, оттенков, которые, по-моему, в августе новые выходили. И очень быстро разобрали определенные позиции, определенные оттенки. Я хотела именно вот эти вот классные, новые, такие вот редкие оттенки заказать, которые разобрали. И не удержалась, и сделала себе небольшой заказ. Вот так вот обычно выглядит коробочка клеоны. Здесь написано «хрупкая», «не кидать», «не бить» и «не пинать». Упаковывают они, в принципе, всегда хорошо. То есть у меня за сколько раз я заказываю от клеона? Мне кажется, раза три-четыре, наверное. Нет, четвертый раз я, получается, уже заказываю. И всегда все приходит ок, ничего не билось. Я надеюсь, что в этот раз будет так же. Здесь вот такая вот запечатанная бумажечка. Это просто накидано бумаги, чтобы ничего в посылке не тряслось. Вот такой вот воздушный пакетик. Я, наверное, сейчас возьму свою палетку с однушками и буду как раз в нее все это дело складывать. На этот раз я себе заказала шесть оттенков. Вот так вот выглядит моя палетка с клеоной. Сразу ее тогда сюда положу. И будем с вами открывать однушечки. Боже, я очень волнуюсь. Так, вот такая вот красотища. Что-то голубенькое. Мне кажется, это оттенок «Dyedem», по-моему. Он очень рефлективный. Такой, знаете, прям суперсияющий. Да, это «Dyedem». Я угадала с первого раза просто знаток клеоны. Вот такой вот яркий голубой оттенок. Давайте, наверное, я их сразу буду в палетку ставить и потом сделаю свотчи, чтобы сразу руки не пачкать и не вытирать по 300 раз. Следующий оттенок, о, мне кажется, это «Mural» или «Mural» или как его только не называли на YouTube. От просмотра обзоров на клеону я не удержалась, скажу честно. То есть я всегда стараюсь не смотреть обзоры на продукты, которые я буду тестить. Но тут просто такая красотища. Тем более, как выбрать оттенки, если ты не смотрел особо обзоры. Потому что на сайте клеона, кстати, так себе свотчи, поэтому приходится смотреть какие-то еще параллельные обзоры. Боже, какая красота, да? Это оттенок «Mural» или «Mural», не знаю, как правильно. Вот такая вот штучка. Зеленая база у него и такой нереально яркий розоватый, точнее не розоватый, а оранжевый такой перелив. Очень интересное сочетание зеленого и оранжевого. Честно говоря, вообще такого не видела. «Тессера» у меня был, «Эмблем», может быть, или «Эмблем» я тоже заказывала. А, это оттенок «Гилд» или «Хилд», не знаю, как правильно произносятся. Они даже в палетке, смотрите, выглядят прям самыми, наверное, такими необычными и яркими. Хотя, кстати, на камере не так это сильно видно разницу. Вот я в зеркале, прям, знаете, они так ярко сияют, и у них такие глубокие мультихромные переливы. Так, это что-то более такое темненькое уже. Это «Royal Plum». Да, тоже красивый такой сливовый, в общем, оттенок с какими-то зелеными переливами. Красивый, красивый. Дальше поехали. Вот это, по-моему, оттенок «Duchess». Да, это оттенок «Duchess», формула «Glitter Type Vibrant Multichrome». Тоже очень красивый такой зеленый, светло-зеленый оттенок, немножко с розовым бликом. И последний получается «Royal Peach», по-моему. Ой, нет, «Royal Peer», «Груша». Так, да, вот его я тоже очень хотела. Он просто какой-то нереально красивый. Это зеленый оттенок с очень крутым таким розовым, каким-то фиолетовым отливом. Я тут поставила себе штативчик с телефоном. Хочу параллельно подснять свотча, все-таки поближе, наверное, на айфон. Сейчас я вам покажу оттенки новые. Вот они, шесть новых цветов. Очень круто переливаются, просто вау. Так, ну что, давайте свотчить. Это у нас «Royal Llam» оттенок. Боже, какая красота. Мне камера даже не хочет фокусироваться. Что ж такое там, посвотчу. Наверное, вот так. Вот такой вот цвет. Очень красивый. Следующий голубой – это «Dyedem», по-моему. Давайте его поплотнее наберу. Тоже очень-очень красивый. Боже, какое красивое сияние просто. Капец. Посмотрите на эти переливы. Следующий оттенок. Я уже забыла, как он называется. Такой вот зеленый с розовым переливом. Я посмотрела, это оттенок «Duchess». Потому что уже в голове немножко перепуталось. Так, следующий оттенок – это «Mural». Очень его хотела. Боже! Боже, это самый просто нереальный оттенок. Я никогда не видела, чтобы на зеленом был такой красивый оранжевый блик. Боже, какая красота нереальная. Вот этот оттенок самый, наверное, такой интересный. Не зря его разобрали в первый ресток. Точнее, в первый сток, получается, когда они только его выпустили в продажу. Так, ну и последние два оттенка – это «Royal Peer». Груша. Тоже очень красивый. Боже мой! Просто боже мой! Смотрите, какой у него яркий, красивый, сочный зеленый оттенок в базе. И как он классно переливается в розовый. И последний оттенок – это как раз «Guilt», который я перепутала сначала. О, боже! Камера! Ау! Так, такой вот на голубой базе. Очень красивый. Вот это да! Просто офигеть! Ребята, у меня нет слов. Можно я больше ничего не буду дальше распаковывать? Просто пойду краситься этими потрясающими однушками. Вот эти вот три последние оттенка – просто мои суперфавориты пока что, на данный момент. Так, сейчас я приближу еще, покажу поближе. Ну что сказать, я, конечно, в диком восторге. Вот так вот на камеру, на большую, не особо видно все эти переливы. Но я добавлю обязательно сейчас под съемцы айфона то, что я делала со вспышкой. И вспышка плюс вот этот боковой свет как раз показывает намного больше вот этих мультихромистых переливов. Но я просто реально хочу сейчас уже именно краситься. У меня жутко чешутся руки. Но я рада, что этот заказ до меня все-таки доехал. И я, наконец-то, смогу уже снять вам обзор на вот эти новые оттенки, получается, от Клеоны. Все, что я заказывала вот в предыдущем заказе сверху. И вот эти, они именно из новой коллекции, которых не было до этого лета. И просто это какая-то нереальная красота. Все, ладно, давайте больше не будем задерживаться. И перейдем к следующим распаковкам. Давайте теперь, наверное, рассмотрим посылки с Алиэкспресс и с Джума. Здесь одна посылка, это я себе заказывала ресницы, пучки в работу. На самом деле, я за последнее время очень много разных вариантов заказала. Мне кажется, сейчас так много стало классных, интересных ресниц появляться на Алике, на Джуме. И уже стандартные пучки, ласточки. Они, знаете, немножко как будто надоели. И все постоянно ищут какие-то новые прикольные ресницы. Я в том числе себе периодически что-то кидаю в сохраненки, потом заказываю. Я заказала на этот раз у какого-то нового продавца ресницы. И здесь половина пришла нормальная, и другая половина какие-то очень яркие и насыщенные. Я вам сейчас покажу просто капец. Картинки по одному выглядят, а в жизни вообще по-другому. Я заказала вот такие вот ныне популярные и интересные ресницы, которые идут как бы кластерами. Но при этом у них такой неровный как бы, да, не то что срез, а немножко неровные, разные волосинки идут. Такие вот интересные. Мне кажется, может быть, прикольно в макияжах. И очень быстро, кстати, их будешь клеить. В отличие от пучков, здесь просто 3-4, ну максимум 5 кластеров, и все, уже как бы ресницы готовы. Это супербыстро. Но, конечно, не знаю, насколько клиентам такое понравится. Для работы с моделями почему бы и нет. Для каких-то эффектных макияжей в Reels, в Instagram, пожалуйста. И вторая партия. Это просто трэш. Я не знаю, это какой-то ужас. На картинке они, конечно, выглядели намного более скромно. Я здесь заказала разные размеры. Получается 16-14. Просто посмотрите, насколько они такие прям очень яркие. Просто жесть. Не знаю, как это будет выглядеть на глазах. Мне кажется, это будет выглядеть как просто наращивание 100D. Поэтому тут, конечно, вот эта версия мне не очень понравилась. Я оставлю ссылку на продавца, естественно, внизу. Но не могу сказать, что я прям хайли рекомендую вот эту форму. Но вот эти маленькие еще ничего смотрятся. Но мне кажется, они какие-то слишком такие прям яркие, черные, насыщенные. И еще одна посылочка. Это пиар от бренда Bailey. Это кисточки. Они мне уже присылали просто офигенный набор кистей. Я сейчас ими постоянно пользуюсь. Вот у меня чистые кисти отдельно стоят. И вот грязные. И здесь вот эти вот как раз кисти с такими оранжевыми ручками. Я ими сейчас постоянно крашусь. Потому что в декабре у меня, как правило, больше работы, больше клиентов. И я кисти рабочие храню просто в двух отдельных тубусах. Их всегда намываю. И как бы вот чтобы постоянно здесь не было такого гуляния кистей. Поэтому пользуюсь тем, что у меня просто для какого-то тестирования и так далее. И вот мне бренд прислал набор полный. Примерно таких же кистей. Но здесь еще есть часть кистей для лица. Так, вот получается партия кистей, как у меня. Те же самые формы. Поэтому их я немножечко в сторону отложу в коробочку. И вот кисти для лица. Очень много здесь всяких разных прикольных форм. О, классная такая для бронзера. Кисть прям большая. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Вот такая вот необычная кисть. Срез. У нее прям горизонтальный острый. Не знаю, может быть для тона в принципе нормально. Для кремового скульптора. Также вот такая вот кисть. Это кисть бафер. Прикольно для тонального средства. Для кремовых румян. Думаю, тоже будет очень классно. О, кисточка поменьше. Вот такая вот. Тоже, я думаю, для сухих румян прикольно. Для припудривания в принципе тоже ничего. Так, я ими не пользуюсь, потому что новые кисти надо помыть. Обязательно постоянно вам про это говорю. О, вот такой вот прикольный формат. Кисточки. Такая свечка. Для зоны под глазами в принципе неплохо. Достаточно острый кончик. Еще одна маленькая. О, вот эта свечка прям очень классная. Такая зона под глазами суперская. Тоже для тона, например. Для кремового бронзера будет классно. И последняя кисть очень необычная. Интересная такая форма капельки. Но она срезанная, как видите. Даже не знаю. Может быть, кремовый скульптор будет прикольно наносить. Так, ну что, с Аликом мы разобрались. И следующий заказ это вот такая вот небольшая коробочка. Насколько я помню, там вроде как фирма, которая делает маски. Я как-то в своих, по-моему, пустых баночках жаловалась, что я типа не могу найти прикольные маски для лица, которые были бы именно в кремовом формате, не в листовом, да, не тканевой маске и так далее. И мне в комментариях посоветовали вот такой вот бренд. Это маски Тека. Я у них заказала, по-моему, сет разных всяких масок. Здесь шла еще в комплекте косметичка. И получаются вот это, по-моему, жидкие патчи. Наверное, можно сказать, что это такой крем под глаза, немножко с более интересным эффектом, который надо еще минут 15 предварительно поносить. Здесь идет гиалуроновая кислота, получается, масло макадамии, масло винограда. В общем, много всяких интересных масел. И вот такие вот маски. Давайте посмотрим, что за эффекты, потому что я уже не помню. Так, здесь получается три, точнее нет, четыре желтенькие маски для лица. Это маска на основе 5% неоцинамида. Да, я так понимаю, что одно саше, это одно как раз применение маски. Я себе заказала именно такой тестовый набор, но вообще у них есть отдельные полные баночки. Просто я не знала, какая маска мне больше понравилась. Поэтому такой вот интересный набор для первого тестирования, для знакомства. Прям супер классный, мне кажется, очень удобный. Я прям когда зашла, сразу увидела этот набор и порадовалась. Потому что мне нужно будет покупать целую маску, которая, ну не факт, что по эффекту очень понравится. Так, неоцинамид, как я уже сказала. Следующий эффект. Это у нас такая вот фиолетовая маска. Это провитамин В5. Насколько я знаю, это такой прям хороший увлажняющий питательный компонент. И последняя маска с гликолевой кислотой. Вот здесь, конечно, я буду поосторожнее, потому что я в целом люблю гликолевую кислоту. Но она так хорошенько прям отшелушивает, эксфолирует кожу. Но если, например, кожа сильно в чувствительном периоде, да, или как-то шелушится, сохнет, то, конечно, нужно немножко с осторожностью применять. И давайте, наверное, еще откроем баночку с жидкими патчами. Мне кажется, я подобные штуки не пробовала, по-моему, если ничего не забыла. Мне кажется, это можно даже в работу визажиста использовать. Единственное, нужно, наверное, нанести сначала, потом, допустим, делать волосы клиенту, и потом уже красить. В принципе, прикольный эффект. И, мне кажется, на зимний период прям так хорошенько напитать. Почему бы и не? О, блин, слушайте, а это как крем выглядит. Я думала, это будет, знаете, какая-нибудь прозрачная гелевая такая текстура а-ля алоэ. Ну, нет, просто как обычный крем выглядит для глаз. Так, следующая коробочка – это интернет-магазин ФОАМ. Я про него очень много чего слышала, но почему-то никогда не делала заказа и решила эту ситуацию исправить. Сделала такой, ну, совсем прям небольшой заказик. У них тоже были какие-то скидки, по-моему, на «Черную пятницу». Я вроде еще какой-то промокод нашла и решила заказать тоже один очень известный и модный нынче бренд, который тоже, по-моему, в России делается, так как не хочет доставаться. Коробка. Так, все, достала. Это бренд «Джи Лав». Вот так вот он выглядит. Я себе заказала две, по-моему, маски. Такие самые популярные версии. Это, получается, маска с коллагеном. Ice Cucumber называется. Интенсивное увлажнение. Во-первых, решила вдарить по таким вот стандартным маскам. И, во-вторых, захотелось поддержать какие-то российские бренды. Так, здесь, получается, восемь саше внутри. Вот так вот выглядит маска. Кстати, это очень удобно, мне кажется, и в домашнем применении, и с собой возить. Такую буквально парочку саше взял, и пожалуйста. Так, и вторая версия масок – это с авокадо для увлажнения и питания. Ну, такая более, наверное, напитывающая, прям жирненькая версия. И вот такая вот маска. Кстати, да, она, знаете, даже по ощущению в саше намного более плотная. Если здесь такая гелевая текстура, она прям жиденькая прыгает внутри саше, то здесь она такая более плотная, менее подвижная. Прям чувствуется, да, что она будет круто напитывать кожу. И последняя упаковка – это Mix Box. То есть здесь несколько разных вариантов масок. У них еще были маски, которые, ну, по эффекту я не уверена, что мне зайдут, поэтому решила взять именно такой микс набор. Давайте, наверное, не знаю, буду ли я прямо отсюда читать, но здесь вот на другой стороне написано. Здесь получается маска с огурцом, Grapefruit Party, также Mint Avocado, Crazy Mango, Shine Pomegranate, Pumpkin и Calendula, Gold and Tomato и Magic Grape. В общем-то, они все с разными эффектами. Есть, которые еще отшелушивают, очищают. Вот такие вот, знаете, чуть-чуть более, да, специфические, то, что я не очень прям сильно люблю, но все равно интересно попробовать. Хотя, на самом деле, смотря какой эффект. Может, они будут одновременно и отшелушивать, и супер круто увлажнять. В общем-то, этого я не исключаю, поэтому очень интересно попробовать. И то, что я еще заказала на Foam, это сыворотка от Timeless, Coenzyme Q10. Очень тоже много положительных отзывов слышала. Особенно подхватила, по-моему, у Натали фигуристы. Очень она тоже хвалила вообще этот бренд всегда. И как-то вот мне запомнилось, что он очень классный, поэтому решила себе заказать. Вот такая вот сыворотка от Timeless. Я, по-моему, ничего не пробовала до этого момента. У них еще есть популярная сыворотка с витамином С, но я решила в этом сезоне себе не заказывать ее. Но зато, кстати, я забыла рассказать про то, что мне еще подруга Бай рассказала с Look Fantastic сыворотку от Medic8 с ретинолом, с таким прям самым лайтовым. Вот я хочу в этом году попробовать ретинол зимой, поэтому решила, что и витамин С, и ретинол вряд ли моя кожа вывезет, поэтому я решила на чем-то одном остановиться. Но вот эта сыворотка, она такая более питательная, увлажняющая. Ее, в принципе, можно и вместе с ретинолом использовать. Следующие покупки, это у меня получается Magnit Cosmetic. Я сложила их в такой вот контейнер. Здесь у меня покупки, наверное, с двух, по-моему, заходов, потому что я один раз сходила, купила какие-то продукты, потом мне стало еще интересно, и сходила еще раз, докупила еще парочку продуктов. Меня интересовал, ну, такой уходовый, наверное, момент. Я хотела себе купить диски отшелушивающие и выбрала вот такой вот вариант от Natura Siberica. У них есть очень популярные такие оранжевые с облепихой диски, но я решила еще вот такие вот попробовать. Это с черникой получается. Скажу сразу, я их уже попробовала, и в работе в том числе. Мне, на самом деле, очень понравилось, поэтому, возможно, буду повторять уже покупку. Здесь, по-моему, сколько дисков? Так, найти бы, как обычно, информацию. Здесь 20 дисков. Я, мне кажется, штучки 2-3, наверное, уже успела попробовать. Очень положительное осталось впечатление. И также вот такие вот патчи гидрогелевые от тоже бренда Natura Siberica. Тоже я, по-моему, уже успела их попробовать. Очень классный у них оттенок. Такое, знаете, тоже вот инди-бренды какие-то фиолетовые с розовым переливом. Очень-очень красивый. Давно у меня не было патчи, тем более сейчас зима. Решила, что даже перед видео, как минимум, полезная будет штука. Что еще я взяла в Magnet Cosmetic? Это вот такой вот фиксирующий спрей от Influence Beauty. Именно увлажняющая версия. У них есть еще матовая, но, честно говоря, я как-то матовый фиксатор не особо люблю. Тем более я искала на замену что-нибудь моему Mac Fix Plus. У меня вот, видите, совсем прям чуть-чуть осталось. Шарлотта у меня уже окончательно закончилась. Возможно, мне сестра привезет шарлоту. Я пока не знаю, получится у нее или нет. Может быть и нет, потому что вручную кладь вроде как нельзя. Большие жидкости, а там бутылка как раз ровно 100 мл. Вот, поэтому, возможно, я себе попозже сама куплю или закажу. И я решила на это время взять вот такую вот альтернативу. Я вроде пару пшиков буквально сделала на лицо. Впечатление в целом хорошее, но пока как-то дотошно не тестировала. Уже я очень просто капец, как наслышано про базу по тени от Wet n Wild. Поэтому не удержалась и себе ее купила. Даже, по-моему, когда второй раз приходил Магнит Косметик, мне казалось, что ее вообще разобрали. Может, я, конечно, не там смотрела, но в какой-то момент просто стало очень много появляться отзывов на эту базу. У меня даже в комментариях кто-то писал очень хорошие отзывы. Поэтому решила какую-то вот бюджетную базу попробовать. Называется она Eyeshadow Primer Photo Focus. Это, по-моему, просто база под тени. То есть это не клей под глиттер или что-то такое. Это именно просто на все веко нанесли. И поехали там тушевать тени, наносить спарклы и так далее. То есть такая вот классическая база под тени, но при этом бюджетная. От Stelary, получается, я взяла вот такие вот продукты. Я взяла карандашики разные, всякие нюдовых оттенков. Мне очень нравится у них Cool Nude оттенок. Очень нравится 10 оттенок, по-моему, Beige. И я себе заказала, точнее, заказала, купила. Почему заказала? Купила 0.9 капучино. Очень популярный, поэтому взяла два. Надеюсь, что мне понравится. Поэтому второй уже сразу взяла, чтобы в работу отложить. Также взяла оттенки 0.7 Natural и 0.1 Nude Rose. И также от Stelary очень понравилась вот такая вот помадка. Это вроде как новая коллекция. У меня оттенок 02 Dark Rose. Очень мне понравился оттенок. Я посвотчила в магазине и подумала, блин, какой классный цвет. Сейчас давайте я вам покажу немножечко его. Это реально такой очень классный нюд. Посмотрите, это же идеальный просто нюд. Мне кажется, практически как мой цвет губ сейчас. Еще у этой помады такой вкусный запах. Даже вот не могу понять. Фруктовый ягодный, прям охотно ее сожрать. Какой-то жвачкой пахнет. Очень-очень классный. И дизайн тоже мне приглянулся. Здесь такой вот, видите, магнитик. Прям классная упаковка. Такая симпатичная. Дизайн очень интересный. Поэтому не удержалась и купила себе. Давайте, не знаю, может быть, и карандаши тоже посвотчим. Раз уж такая пьянка. Я в магазине их посвотчила. Хотя там не на все оттенки был тестер. Но именно на девятой, кстати, я не помню. Он вроде был, но он был настолько сточен, что мне стало даже как-то неловко просить точилку. Давайте, наверное, вот здесь. О, какая красота! Слушайте, а это ли не аналог Endless Cacao от Make Up For Ever? Мне кажется, очень похоже. Так, Natural, он намного уже более светлый. Но, кстати, видите, с помадой вообще прям идеально сочетается. И последний, это 01. Nude Rose называется. Это прям мой любимый, наверное, вид оттенков. Такой более пыльно-розовый. Ну, хотя он, конечно, такой слишком, наверное, розоватый. Надо будет попробовать. Все-таки на губах. Вот такие вот свотчи карандашей и помады. Мне кажется, оттенок помады выглядит вообще просто как пилоток практически от Шарлотты. Также еще, когда была в Магнит Косметик, мне очень нужен был какой-то бальзамчик увлажняющий. И я подошла к стенду Диваж, увидела у них вот такие вот бальзамы разноцветные. У них там, по-моему, было 8 или, ну, вот что-то около того, 7 или 8 разных ароматов. Там был и кокос, и какие-то фрукты, и, по-моему, шоколад, и еще очень много разных ароматов. Но я себе взяла с ароматом манго. Мне он показался одновременно самым таким вкусненьким, при этом не навязчивым, то есть не задал бы, в общем, короче. И на кассе, не знаю, что мне дернуло, но я, видимо, после своего обзора туши, знаете, уже начинаю на будущее думать о том, что мне уже нужны новые туши. Я просто обожаю пробовать новые туши. Мне кажется, бальзамы, продукты для бровей и туши – это просто, знаете, мой guilty pleasure. Это мои самые любимые продукты в макияже, то, чем я пользуюсь постоянно. И я себе взяла L'Oreal Telescopic, версию Extra Black. Я уже пробовала L'Oreal Telescopic. У меня был обзор, по-моему, предыдущий. Вот не тот, который недавно выходил, а еще до него. Оставлю ссылку. И тушь Telescopic, она мне очень понравилась, поэтому я не удержалась. И решила попробовать более черную версию. Мне очень нравится щетка в этой туши. Она нереально тоненькая, длинная. И просто для глубоко посаженных глаз это идеальная щетка, мне кажется. Ей суперудобно подлезать вглубь глаза, во внутренний уголок, на нижние ресницы. Поэтому буду пробовать. Надеюсь, что у нее не только такой же классный эффект и стойкость, но еще и супернасыщенный, действительно черный, такой прям матовый оттенок. Что-то мне захотелось прям шикаться этой штукой. Уф! Ох-ох-ох. Что-то я себе немножко на макияж глаз попала. Так, есть еще несколько мелких отдельных продуктов, которые не знаю, в какую особую категорию занести. Во-первых, я купила вот такой вот продукт. Это кремовый румяна от бренда Glossier. У меня уже были такие румяна темные. Помните, я их продала на нашей с вами барахолке, на сходке в Питере. Там приходили зрители, которые заранее записывались. Мы там проводили распродажу косметики. Часть денег я пожертвовала в приют животных. И там вот у одной из моих зрительниц были такие румяна. И я не удержала себе их купила, потому что я хотела именно вот этот оттенок. Оттенок Puff. Такой светлый розовый. Очень-очень красивый. Прям воздушный. В целом мне очень понравилась текстура этих румян. Но почему-то я себе заказала очень темный оттенок. Это новый продукт. Давайте посвочим. Я, по-моему, в как... Ой-ой-ой-ой-ой. Они прям начали вытекать. Нет! Они так сильно начали течь. А-а-а, капец. Все срочно закрываю, закрываю, закрываю. Прям они очень вытекли сильно. Прям на салфетку. Аж пришлось убрать излишки. Вот такой вот оттенок. Нежный розовый. Похоже на Alien, кстати. В оттенке 01. Но такие они прям супер полупрозрачные. Называются они Cloud Paint, по-моему. То есть это как облачная краска. Типа небесная краска. Такие они прям супер полупрозрачные. Еще бы они не вылезали бы из тюбика сразу полтора килограмма. Был бы вообще супер. Также я еще делала небольшой заказ на Джуми. Я очень давно хотела попробовать корейские тинты. И так как у нас сейчас проблемы с заказыванием из Кореи. Там тот же Джолси. Уже теперь ничего не заказать. То я посидела, поковырялась на Джуми. И оказывается там продается бренд Rom&D. Очень много наслышано об этом бренде. Плюс я иногда люблю, знаете, какие-нибудь корейские обзоры посмотреть. Потому что там такие красивые девушки. Они просто потрясающие. Очень красиво снимают обзоры. У них всегда такая просто нереально крутая стилистика. Они очень какое-то дело чистый. Такой прям естественный макияж. И я реально залипла. Начала там смотреть еще какие-то подборки тиктоков с косметикой. И увидела вот такие вот две версии тинта. Dewy Full. Вот так вот выглядит. И второй называется Bare Fig Juicy Lasting Tint. То есть оба эти продукта тинта просто немножечко отличаются по финишу, по упаковке. Вот такие вот две штучки. Я, честно скажу, выбирала по свочам. Искала на корейском ютубе с субтитрами и со свочами и так далее. Вот. Но, в принципе, я думаю, нормальные оттенки выбрала. Я люблю такие вот насыщенные розоватые. Ммм. Пахнет вкусно. Мне очень нравится такого плана штуки. То есть это и не блеск, и не помада, и даже не знаю, как сказать, и не матовая помада. То есть это такой продукт очень комфортный, увлажняющий, который, да, постепенно сходит с губ, он оставляет небольшой тинт и очень стойко держится на губах. Мне было интересно вот именно корейскую версию такого продукта попробовать. Но поначалу он все-таки на губах смотрится таким прям жирненьким, вкусненьким, как блеск, как такой сочный продукт. Но у него нет вот этого пролонгированного эффекта блеска, что он просто, да, на губах блестит. Он все-таки немножко подвпитывается, и это очень, прям очень естественно выглядит. Короче, я такие продукты очень давно хотела попробовать. Второй Dewy Full Water Tint 06 Tulian. Я, конечно, оттенки очень похожие заказала. Но один более холодный, другой чуть-чуть более теплый. Мне кажется, наверное, все-таки вот этот будет получше смотреться. Вот так вот выглядит свочи. Мне кажется, для сочных губ из ТикТока прям самое то. А если еще и карандаш взять от Стеллари, какой-нибудь, знаете, капучино, вот этот вот популярный, который дает эффект просто контуру. Мне кажется, это будет, ну, просто реально пушка-бомба. Я думаю, что это будет очень круто смотреться. У меня прям желание еще, знаете, стереть макияж губ и сделать что-то такое. Ну, в общем, хотелось, знаете, что-то новое попробовать, потому что я очень люблю бальзамы для губ с оттенком, какие-то полупрозрачные помады. Но именно вот эта текстура сияющих таких муссовых, вкусных, глянцевых тинтов корейских я их не пробовала. Ну и сюда же, наверное, парочку продуктов с маркетплейсов. Заказала вот такой вот хайлайтер Belor Design. У меня он уже есть, но в 02 оттенке я увидела оттенок номер 03, который, по-моему, назывался что-то типа зефирка или какая-то такая штучка. В общем, я, честно говоря, только из-за названия повелась, хотя вы можете сказать, Катя, что сошла с ума? Это же вообще одинаковый хайлайтер, но нет, я с вами готова поспорить. Эти хайлайтеры абсолютно разные по оттенку. Сейчас я вам поближе покажу, и вы в этом убедитесь. Вот это 02 оттенок, он такой, видите, более, наверное, нейтральный, и вот этот 03, он прям супер холодно-розовый, реально похоже на зефирку. И также в комментариях про видео про волосы, по-моему, мне писали в рекомендациях вот такой вот бренд Alphaparf Milano. Я долго смотрела всякие, там, знаете, обзорчики, какие-то рейтинги на рекоменд, еще на всяких других сайтах, и заказала себе на озоне вот такой вот несмываемый кондиционер. Это Leave-In Conditioner для увлажнения, для питания волос. Буду пробовать обязательно, мне очень интересно. Я в последнее время супер полюбила комбинацию спреев, немножко пройтись, да, по волосам расчесать, и прям хорошенько на мокрые волосы увлажнить кончики. Прямо это дает очень классный такой эффект рассыпчатых волос. Единственная моя сразу же претензия к озону, вот эта штука мне пришла просто в таком вот виде, без пакета, без упаковки. И самое стрёмное, что когда я открыла, здесь просто, ну, не запаянное горлышко, то есть, блин, спокойно кто-то мог воспользоваться этим продуктом. Видите, я его даже выдавила, и там не было никаких, да, никакой фольги, ничего, то есть, был просто открытый продукт, еще и без упаковки. Меня это, конечно, немножечко расстроило, потому что, я не знаю, вдруг кто-то попользоваться успел. Поэтому, знаете, если будете заказывать, то озон я, конечно, не очень советую после таких приключений, вот, но буду пробовать в любом случае. Бренд достаточно интересный, много раз видела его в рекомендациях. А вот, кстати, и как тинты остались на руке. Похожие оттенки, но вот этот все-таки такой более мадженто, розовый, яркий, и вот этот более естественный, поэтому, наверное, на него у меня больше, надеюсь. Следующая интересная коробочка, это вот такая вот даже не коробочка, а коробище. Это пиар от бренда Miko, по-моему, так называется. Они со мной связались и предложили прислать просто коробищу ухода за телом, по-моему. Там всякие банные штуки и так далее. Сейчас давайте вместе с вами посмотрим. Вот такая вот красота. Пахнет нереально. Очень-очень вкусно. Я уже успела воспользоваться одним продуктом из этой коробки, потому что вы, если не первый день на моем канале, знаете мою историю с пенами для ванн. Я просто когда увидела, что здесь пена для ванн, я как раз хотела принять ванну и решила все-таки попробовать, не стала дожидаться распаковки. И я даже специально подсняла процесс использования этой пены. Сразу скажу спойлер, она мне очень понравилась, и у меня в этот раз наконец-то получилось сделать классную устойчивую пену. Она, конечно, получилась не 20-этажная, как я бы хотела, но я примерно поняла, что надо делать. И с этой пеной особенно это как-то легко и быстро получилось. Очень крутой запах, просто на всю ванную пахло. Наверное, еще потом часа два у меня с ароматом вербены и магнолии. Мне прям очень понравилось. Запах очень расслабляющий, просто супер спа эффект. Далее идет бурлящий шарик для ванн с ароматом иланг-иланг. Его я, естественно, не стала использовать, потому что хотелось вам в распаковке показать, что же мне прислали. Так, что-то тут немножко подсыпается. Ладно, не буду сейчас открывать, но там вот такой вот стандартный белый шарик. Пахнет вкусно. Следующий продукт это... О, начиная маска. Equabalance Overnight Indelible Face Mask. Сколько я помню, Мика это тоже вроде как русский бренд. Посмотрим, где он изготавливается. Город Киров. Вот такая вот масочка ночная. Тоже хочется понюхать. Сто процентов натуральные компоненты. Контроль качества. Здесь такая вот наклейка. Здесь у нас ограничитель. Такая она прям очень жирненькая. Прям видно, что наша сияет. Очень-очень прям плотненькая ночная маска. Это такой продукт, когда вы, например, нанесли свой вечерний уход. И в качестве завершающего компонента вы наносите ночную маску. И, соответственно, в течение ночи она прям хорошо так... Создает окклюзию на коже. Уход не выветривается. И, как правило, на следующее утро у вас прям не кожа, а просто какая-то мечта. Наносить нужно, видимо, слоем на ночь. На предварительно очищенную кожу лица. Ну, получается, можно вместо крема. Но это интересно, кстати. Будет надо попробовать. Потому что я до этого... У меня было две ночных маски. От Миши в том числе. И мне ее все-таки больше нравится наносить прям по версии ухода. Ну, надо будет попробовать, я думаю, и так, и так. Почему бы и нет? И посмотреть, в каком случае эффект будет такой более заметный. Следующий продукт. Это гель для душа с эффектом обновления кожи. Пленительный жасмин и корица. Такой вот гель. Давайте, как обычно, понюхаем. Он, кстати, такой достаточно жиденький, поэтому надо аккуратно. Похоже на пену для ванн. Тоже немножко так пересекаются запахи. Следующий продукт это Face Body and Hair Mist Aqua. Глубокое увлажнение. Кстати, в стеклянной упаковке. Можно использовать вместо тоника, после умывания, перед применением крема. А также непосредственно на макияж. Даже можно, кстати, на подсушенный полотенцем волосы наносить. Кстати, он так интересно пахнет, как будто какой-то мятый, что ли. Такой прям очень яркий запах. Не могу сказать, что я огромный фанат прям сильных отдушек. Но если этот продукт допускается и для нанесения на волосы, то, наверное, это более такой допустимый вариант. И последний продукт это молочко для тела, иланг, иланг, масло миндаля, зародыши пшеницы, иланг, иланг, лимон, ветивер. Ветивер я люблю, кстати. Ну такой запах. Очень, знаете, натуральный. То есть как будто бы это не парфюмированный аромат, а вот прям реально какие-то масла. Очень пахнет прям маслечком таким. Ну что, огромное спасибо бренду Мика. Я просто безумно довольна уже, потому что как минимум пена для ванн просто произвела у меня в голове полнейший фурор. Я давно искала классную пенку. Тем более очень приятно, что она русского производства. Всегда приятно поддержать бренд. Плюс такой он более доступный. По-моему, пенка не супердорогая. Мне кажется, в районе, по-моему, я смотрела рублей 500 стоит. У меня уже даже одна подружка себе купила. Я ей прислала фотку в ванной с этой пеной. Она такая, все, мне надо. Я уже беру. Как бы это не обсуждается. Ну что, и наконец-то мы с вами добрались до последнего пакета. Это, конечно же, заказ из золотого яблока. Ну, как бы я же не могла на золотую пятницу, на черную пятницу, не сделать себе заказ в золотом яблоке. У меня такая прям увесистая коробка. Но, по-моему, потому что я себе заказала там прям дохренища масок от бренда Дарлинг. Я просто миллион, тысяч, сотен раз видела крутые отзывы на их маски и решила заказать. Потом я начала смотреть ассортимент и увидела, что у них этих масок просто штук, наверное, 30, может быть, штук 40. Ну, прям очень много. И мне стало тупо лень разбираться. И я взяла штук 10, по-моему, разных масок. В общем, решила я этой зимой прям конкретно вдарить по уходу. Заказала себе всякие активчики классные. Ретинолом буду пользоваться. И, конечно же, когда пользуешься ретинолом, хотя я этого еще не делала, но примерно понимаю, что кожа требует особого ухода, особого прям суперпитательного увлажнения. Поэтому тут как бы, ну, без масок просто не обойтись. Я уже вижу мои маски. Та-дам! Просто это трэш. Это трэш, ребята. Так, стоп. Давайте смотреть. Может быть, если вы какую-то из них пробовали и вам особенно понравилось, пожалуйста, напишите. Так, ферментированная 3D маска с эффектом восстановления и обновления. Питательная маска-бальзам с обогащенной формулой. Антиоксидантная маска с тройным комплексом гиалуроновой кислоты. Такая молекулярная с увлажнением за 5 минут. Маска тканевая oil cap для мгновенного увлажнения заряда pop and look. Я вообще не понимаю, что... Я вообще ничего не понимаю, я ничего не понимаю. Охлаждающая биоферментная успокаивающая маска со смягчающими свойствами ice bed. Сухая маска. Что? Вот это прям интересно. Я такого вообще не пробовала. Очень-очень-очень интригует. Супер тонкая маска анти-ринкл, то есть от морщин с охлаждающим эффектом face shot. Боже, просто вот этот дизайн, эти цвета, я, знаете, как сорока на бриллианты просто напрыгнула эти маски. Вот так вот их в корзину кидала, как сумасшедшая. Вы бы видели просто меня в этом экстазе. Ультрамягкая маска из микрофибры для сияющей увлажненной кожи Bamboo Dew. Я заказала тушь, тушь для наших с вами обзоров тушей. Это Reluie. Не удержалась, потому что здесь прикольная щеточка вот такая вот, похожая на Sky High Maybelline, на Belor Design, Black Corset, на XXL от Luxusage, по-моему. Вот, в общем, мне щеточка очень понравилась. Остальное это, по-моему, у меня уход от бренда Dr. Circle. Вот такая вот умывалка. Это Pro Balance Creamy Cleansing Foam. У меня есть сейчас две пенки, но они у меня такие достаточно агрессивные. Одна с отшелушивающим эффектом, другая энзимная. Поэтому я теперь решила заказать прям супер литовую пенку. Плюс бренд Dr. Circle. Что-то как-то меня особенно заинтересовал в этом сезоне. Vegan Kombucha Tea Essence. Я взяла эту штучку, во-первых, потому что очень много тоже отзывов от блогеров. У Елены Богдановича видела. И взяла ее как что-то среднее между эссенцией, тонером, вот каким-то таким первым этапом после умывания. Здесь такая вот двухфазная эссенция. О-о-о, блин, какая она прикольная. Смотрите. Реально как Kombucha. Это типа чайный гриб вроде. И также от этого же бренда Dr. Circle это Royal Vita Propolis Cream. То есть крем с прополисом. У меня сейчас в ходу два крема от Huxley. Anti Gravity и Modern Moist. Но оба они уже так... Один почти закончился, другой процентов на 70 закончился. Поэтому я себе сразу решила какой-то классный кремик взять. На этот крем тоже видела несколько отзывов. И особенно меня подкупил отзыв Ксении Вебер. Тоже она очень хорошо о нем отзывалась. Ммм, пахнет приятно. Как будто реально чуть-чуть медом. Или даже чаем с лимоном и медом. Вот какой-то такой аромат. Также вот такой вот набор миниатюр. От Cosworker увидела в золотом яблоке. Не удержалась, решила заказать. Либо буду брать в какие-то небольшие поездки. И еще, возможно, в работу заберу. Здесь получается три продукта. Во-первых, это гидрофильное масло. Ну, это, естественно, я себе оставлю или буду в поездке брать. Потому что, посмотрите, какой удобный маленький бутылек. Просто супер классно. Называется Pure State Cleansing Oil. Здесь сколько миллилитров, интересно? Мне кажется... Да, здесь 30 миллилитров. Такой вот размер сыворотки. И вот такие вот два продуктика. Очень маленькие, удобные. Мне кажется, в кейс вообще супер. Это увлажняющая эссенция и увлажняющий крем. Надо будет их попробовать под макияж. Если классно зайдет, то заберу в кейс. Потому что размерчик прям вот... Ну, явно располагает либо travel, да, такой формат. Либо с собой готов поездку, либо в работу. Очень удобно. И решила себе на замену моей двухфаски от Nivea, которую я уже миллион тысяч раз просто перепокупала, купить что-то новое. И нашла вот такую двухфаску от бренда Note. Instant Be Face Makeup Remover. По-моему, она стоила до тысячи точно. Насколько точно, я не скажу. Наверное, сделаю закреп. Вот. Но интересная такая штука. Мне понравилось, что она такая ядерно-синяя. Мне это немножко привлекло. Я, кстати, все не помню бренда Note. Это какая страна, производитель, изготовитель Турция. Или, подождите, производитель Франции. Я запуталась. Кто знает, откуда этот бренд? Made in Turkey. Нет, все-таки этот продукт сделан в Турции. Ну что, вот такая вот просто огромнейшая декабрьская распаковка у меня получилась. Помните, что это еще не все продукты, которые ко мне должны прийти в ближайшее время. Это еще очень много интересных всяких новиночек декоративки, в том числе палетка от Наташи Диноны. Но, тем не менее, огромное спасибо, что посмотрели со мной эту распаковку. Обязательно пишите, на какие из этих средств из ухода, из декоративки вам были бы интересные обзоры в первую очередь, в каком формате. Может быть, какие-то рейтинги, знакомства, сравнения и так далее. Буду очень рада для вас что-то подобное снять. И, конечно же, огромнейшее спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте оценить его лайком, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы быть первыми в курсе выхода моих новых видео. И всем пока-пока!